МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Вы смотрите новости на телеканале Север в студии Алина Ваучейская. Здравствуйте! И вот о чём расскажем сегодня. Отмена рейсов, дорожно-транспортные происшествия, ушибы. Ненецкий округ оказался во власти циклона, который принёс жителям Заполярья массу неудобств. Как долго будет бушевать непогода? В Нарьинмаре вновь зафиксирован случай нападения бродячих собак на домашнего питомца. Как обезопасить себя от укусов животных и справляются ли профильные организации по отлову со своими обязанностями? Заинтересовать цифровыми технологиями и информационной безопасностью каждого российского школьника. Ненецкий округ присоединился к федеральному проекту «Урок цифры». Об этом и не только. В ближайшие 20 минут. Ненецкий округ оказался во власти циклона, который принёс жителям Заполярья массу неудобств. Отмена рейсов, дорожно-транспортные происшествия, ушибы. Коммунальщики трудятся в несколько смен. Тем не менее, на дорогах всё равно сохраняется гололедица. Виной всему перепады температуры воздуха с минусовой на плюсовую и снег с дождём. Перрон на Ринмарской воздушной гавани сегодня практически полон. Из-за непогоды перенесены сразу несколько межрегиональных рейсов. В зале ожидания сотни пассажиров. Небесная канцелярия внесла коррективы в планы Андрея Торопова. Мужчина должен был лететь в Челябинск на концерт любимой группы. Из-за задержки рейса билеты пропали. Я прибыл в аэропорт в 10 часов утра. Нас запустили, получается, накопитель. Потом где-то примерно в 10, в 11 часов 15 минут нас провели в самолёт. Следовательно, мы прождали в самолёте примерно около часа, даже больше часа. И недавно нас выпустили, в 12.45 нас выпустили на улицу. Многие пассажиры провели в аэропорту практически весь день в ожидании вылета. Несмотря на усиленную работу аэродромной службы, по соображениям безопасности, было принято решение закрыть аэропорт. Подошёл циклон, переохлаждённый дождь. Поэтому было принято решение о закрытии ввиду объединения полосы. На данный момент производится обработка кем-реагентом. Боинг московский импринейл в 12.27, по-моему, сел. А вот регулярный рейс, связывающий Нарьинмар со столицей Поморья, как и все вылеты по местным воздушным линиям, перенесли на завтра. Полноценное функционирование аэропорта возобновилось лишь в 17 часов вечера. Что касается обстановки на дорогах, трафик достаточно напряжённый. Гололегица и плохая видимость спровоцировала ряд дорожно-транспортных происшествий. В связи с этим в госавтоинспекции призывают автомобилистов соблюдать осторожность. Призываю наших уважаемых водителей быть предельно внимательным при совершении движения на своих автомобилях. При этом соблюдать скоростной режим, а главное учитывать те материологические погодные дорожные условия при совершении движения. Главное беречь себя и беречь пешеходов. Призываю пешеходов быть предельно внимательными. Ожидается у нас резкое ухудшение состояния проезжей части – это гололёд. Естественно, гололёд у нас возможно будет создавать условия для совершения дорожных происшествий. Поэтому всех уважаемых участников дорожных движений, водителей, пешеходов, пассажиров призываю быть предельно внимательными и беречь себя при ухудшении погодных дорожных условий. Коммунальные службы работают в две смены. С шести утра дорожные рабочие и техника чистого города приступили к посыпке песком муниципальных дорог, дворовых проездов и пешеходных зон. При проведении работ по устранению зимней скользкости задействовано 9 единиц спецтехники учреждения. Также запланирована вторая смена и работа тоже в ночь. Учреждение было готово к сегодняшним погодным условиям. В ближайшее время метеорологи прогнозируют ухудшение погоды. По данным Северного управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, в ночь на 16 ноября в Заполярье ожидается усиление юго-западного ветра с порывами до 22 метров в секунду. 16 ноября по городу Наринмару ожидается облачная погода. Ночью небольшой снег с дождем, ветер юго-западный и западный 9-14 метров в секунду, порывы до 22 метров в секунду. Днем небольшой снег, метель, ветер западный 7-12 метров в секунду, порывы до 17 метров в секунду. Температура днем 0-2. По Ненецкому автономному округу ожидается облачная с прояснениями погода. Небольшие местами умеренные осадки в виде снега, местами с дождем. Ветер на северо-востоке округа юго-восточный и южный 8-13 метров в секунду, местами порывы до 22 метров в секунду. Температура воздуха минус 4, плюс 1. Ночью на востоке и северо-востоке минус 7, минус 12 градусов. Многие автомобилисты уже сегодня временно перешли из разряда водителей в категорию пешеходов. Из-за неблагоприятных дорожных условий замедлено движение транспортного потока, а потому быстрее передвигаться пешком. Скользко только очень, поэтому мы с коляской стараемся около дома гулять. А у вас машины случайно нет? Есть, но не выезжаю в такую погоду, встают у дома. Страшно машину стукнуть и себя тоже как-то. Постоют пару дней у дома. Резину поменять, потом потихоньку ездить, смотреть по погоде. Спасательные службы рекомендуют без необходимости на время гололеда и нестабильной погоды не выходить из дома и по возможности отказаться от использования личных транспортных средств. Наш следующий материал посвящен проблеме, о которой горожане говорят уже не один год. Речь пойдет о бродящих собаках. Поводом для подготовки репортажа стал очередной случай, когда домашнего питомца загрызла свора животных. Наталья Кислякова продолжит. По дороге на работу Алексей заметил свору собак, которая напала на небольшого пса. Очевидец происшествия незамедлительно среагировал, но, к сожалению, спасти его не удалось. 14 ноября в 10 часов я ехал с искателей в город и, получается, слева возле заправки увидел, как на собачку небольшую напала свора около шести собак. Я развернулся, подъехал, чтобы разогнать, и буквально там несколько секунд прошло, и она уже лежала мертвая. То есть, получается, не успел. Алексей живет в поселке Искателей. Мужчина не раз замечал своры собак возле школы, детских садов и площадок. В Искателях обстановка, то есть, очень часто по ночам бегают своры собак. То есть, я не раз замечал, что ночами собираются там по пять, там шесть собак и просто бегают по поселку. У кого мусорных баков тоже постоянно собаки. То есть, вот на Поморской улице, там возле мусорных баков, там собаки постоянно. То есть, вот с утра дети в школу, а там собаки вот гуляют, просто дерутся. Свадьба у них, не знаю там что. Бродячие собаки уже давно держат в страхе не только владельцев домашних животных. Многие горожане боятся из-за безопасности своих детей. Не так давно на сына героя нашего сюжета напала собака. Мальчик гулял с друзьями на детской площадке. Животное прокусило ребенку сначала ногу, а потом руку. Он сразу позвонил нам, сказал, что у него, как его, собака его укусила. Вот, подумали сразу, что надо в приемный покой обязательно обратиться, потому что там, ну, неизвестно какая, там бешенство, там болеет, всякое разное. Если не напало, то, скорее всего, не особенно здоровые и привитые. Если сама к нему на самовыгуле собака гуляет, что вот, и часто можно заметить, то, что собаки на самовыгуле гуляют рядом с сельскими площадками. Собачья свадьба – опасное время не только для домашних питомцев, но и для человека. Специалисты поясняют, что предотвратить это явление можно только с помощью специальных ветеринарных средств, успокаивающих животных. Всех человек будет проходить мимо, и в плане агрессии это может перекинуться на человека. Смотрите, сама вот эта вот ситуация, именно агрессия среди животных во время течки, проявляет доминантость того или иного кобеля по отношению к сути. Тем самым, то есть это все гормональное поведение, именно поведение животных такое. Однако, чтобы избежать подобных ситуаций, помимо ветеринарных средств, нужна незамедлительная реакция станции под лово бездомных животных. Впрочем, горожане сетуют на бездействие этой организации. Отрицательно. Отрицательно. Надо принимать какие-то меры. Все равно это надо соблюдать безопасность. Так что пусть власти думают. А у нас же служба есть. Где она? И все? Согласны? Конечно, никак уж не отдовремя. Это очень даже плохо, что собаки гуляют, так они жить. Не знаешь, что у них новое. Свадьбы, тем более, они такие злые бывают. Они набросятся и все. А кто знает, что дальше будет. Ну, вообще-то отрицательно. Дети же. А собака какая-то есть, она зверь. А вот что с этим делать? Ну, надо как-то хозяев привлекать к этому вопросу, чтобы они так или держали на приюзе. Раз держишь собаку, то есть ты за нее отвечаешь. Добавлю. По данным станции по отлову уходу и содержанию безнадзорных собак, за 2018 год выполнено 360 заявок, из которых 278 запросов от населения. Также 22 раза персонал выезжал в сельские поселения. Два раза на нефтяные месторождения. Наталья Кислякова, Вадим Стасюк, Владислав Носкин, Телеканал «Север». И теперь к другим темам. В следующем году сумма сертификата на окружной материнский капитал будет проиндексирована и составит 379 911 рублей. Напомню, на данный момент размер регионального маткапитала составляет чуть более 366 тысяч рублей. Получить сертификат, как и прежде, смогут семьи, ставшие многодетными после 1 января 2009 года. Женщины, родившие или усыновившие третьего или последующих детей, начиная с 1 января 2009 по 31 октября 2019 года, могут получить сертификат на окружной материнский капитал один раз на одного из детей. Семьи, в которых третий и последующие дети появились после 1 ноября 2019 года, могут получить материнский капитал на каждого из детей. Соответствующие поправки в закон о дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей, были инициированы главой региона Александром Цибульским и приняты собранием депутатов 24 октября текущего года. Как пояснили в профильном окружном ведомстве, сертификат на региональный материнский капитал могут получить жители Ненецкого округа, проживающие здесь не менее трех лет до рождения или усыновления ребенка. Срок обращения с заявлением о выдаче сертификата не ограничен. Распоряжаться средствами окружного материнского капитала можно одновременно по двум направлениям из 11. Так, одна из самых популярных среди многодетных семей округа направлений – приобретение транспортного средства. Этой возможностью воспользовались 606 многодетных семей округа. Второй по популярности направление – улучшение жилищных условий. На эти цели направлены средства 425 сертификатов. На третьем месте – единовременная выплата. Из средств окружного материнского капитала ее получили 615 семей. Ростелеком временно ограничит предоставление услуг связи из-за технических работ. Об этом сообщается на официальном сайте регионального департамента цифрового развития связи и массовых коммуникаций. 18 ноября у абонентов Ростелекома, проживающих в районе лесозавода и поселка Искателей, будут отсутствовать услуги телефонии, доступа в интернет и ВИНК интерактивное ТВ. Как пояснили в компании, перерыв в предоставлении услуг связан с переносом оптического кабеля из канала, размещенного под ремонтируемым мостом, в канал, проложенный по временному мосту. Окружные школьники приняли участие в уроке цифры. Проект представляет собой серию необычных занятий информатики, которые проходят в течение всего учебного года. Цель – заинтересовать цифровыми технологиями и информационной безопасностью каждого российского школьника с тем, чтобы они получали высшее образование по этому направлению. Каждый урок цифры посвящен определенной теме и проводится ежемесячно в течение года. Темой ноябрьских занятий стали большие данные. Впервые в рамках урока цифры для 11-ти классников, обучающихся по программе Яндекс.Лицей, была организована экскурсия по региональному центру обработки данных Ненецкого информационно-аналитического центра. Как отметил руководитель окружного профильного департамента Павел Окладников, по желанию руководства общеобразовательных организаций, урок цифры может быть проведен в любой из школ, независимо от возрастной группы. В декабре темой уроков станут сети и облачные технологии. Занятия пройдут при поддержке компании 1С. На февраль запланирован урок «Персональные помощники по материалам Яндекса». В марте главным партнером урока «Безопасность будущего» станет лаборатория Касперского. Завершением цифрового года станут декабрьские уроки «Искусственный интеллект и машинное обучение», подготовленные благотворительным фондом Сбербанка «Вклад в будущее при поддержке Сбербанка». Федеральный проект «Урок цифры» стартовал в декабре 2018 года. За это время его участниками стали порядка 2000 школьников Ненецкого округа. Проект реализуется по инициативе Министерства просвещения, Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций и автономной некоммерческой организации «Цифровая экономика». Переходим к новостям культуры. Коллектив Народного театра «Улыбка» Ненецкого аграрно-экономического техникума готовит постановку пьесы «Бомарше» «Безумный день» или «Женитьба Фигара». К премьере реквизит труп пополнился новыми сценическими костюмами и декорациями, приобрели которые при поддержке компании «Лукойл». Ярослав Кокурин уже второй год играет в труппе театра «Улыбка». Это не первая главная роль студента. Чуть раньше юноша играл администратора гостиницы в спектакле «Ментранпаж». Ярослав признается, чтобы лучше вжиться в роль, необходимо точно передать обстановку того времени, которое задумано. А костюмы являются неотъемлемой частью постановок. Они великолепны. Если мы на прошлых спектаклях переодевались в те костюмы, которые мы сами, так скажем, добыли, то сейчас нам выделили деньги и пошили прекрасные костюмы, которые позволяют вжиться в роль и прочувствовать те времена. Для Павла Жукова это первая роль на большой сцене. Юноша еще учится на первом курсе и в труппу пришел не так давно. Впрочем, Павел легко вжился в свою роль. Сейчас намного легче. Благодаря этим костюмам, благодаря мебели мы можем почувствовать себя в той эпохе, в то время. И это довольно нам помогает во время игры в театре. Народный театр «Улыбка» образован в 1993 году на базе техникума. В течение учебного года в труппе занято от 20 до 25 студентов в возрасте от 16 до 24 лет. Театр включает в свой репертуар классические произведения отечественных и зарубежных авторов, а также молодых начинающих драматургов. Коллектив принимает участие в городских окружных международных смотрах и фестивалях самодеятельных театральных коллективов. Наши студенты имеют возможность приобщиться к этому самому элитарному искусству и не просто, допустим, посмотреть, быть зрителями, но еще и в роли артиста в себя попробовать. А это очень много дает молодому человеку. Это развивает кругозор, это расширяет лексикон, это дает возможность попробовать себя в какой-то совершенно другой деятельности. И они лучше начинают говорить, они себя могут держать перед аудиторией, наступать свободно. И мы это видим. Костюмы для спектаклей коллектив иногда шил сам или же обращался за помощью к коллегам из учреждений культуры. Сейчас ситуация изменилась. В рамках реализации соглашения о сотрудничестве с администрацией округа компания «Лукойл» перечислила средства, на которые закупили мебель, а также пошив костюмов. Сейчас, благодаря спонсорской помощи «Паулу Койл», наш коллектив обогатился замечательными костюмами, которые позволяют ребятам лучше передать образ, войти в этот образ. Они отражают эпоху. А костюмы, в общем-то, 18 века, 17-го, нам было бы очень сложно изготовить такие костюмы. Видите, они очень качественные. Мы очень довольны вообще вот этим приобретением. Но это не только костюмы. Это еще и мебель замечательная, потому что это была очень большая проблема. Премьера показа пьесы «Бомарше», «Безумный день» или «Женибе Фигаро» состоится 23 ноября в 18.00. Всех желающих ждут в актовом зале Нинецкого аграрно-экономического техникума. Наталья Кислякова, Дмитрий Лукевич, Телеканал «Север». В Нинецком округе состоится концерт «Мой Акуджава». Сейчас в Дворце культуры Арктика ведется активная подготовка к этому мероприятию. В репертуаре Булата Акуджавы более двухсот авторских и эстрадных песен. Акустические бардовские концерты имени Акуджавы уже давно стали доброй традицией. Начнется процесс погружения в тонкий и глубокий мир Булата Шалыча Акуджавы. Мы будем петь его песни, играть его музыку, читать его стихи. Я считаю, что для этого у нас подобралась отличная команда. Это и молодой, талантливый, динамично развивающийся Глеб Колтаков, и универсальная вокалистка Айлина Айвазова, и великолепные музыканты, преподаватели по классу фортепиано и гитара Ольга Родионова, Евгения Хвостова, сверхпрофессиональная певица Евгения Пушкарева и ребята, которых я просто люблю и обожаю. Это дворец ансамбля Арктика. Ансамбль Дворца культуры Арктика. Связующее звено концерта – это клуб самодеятельной песни Арктика, который уже более 20 лет является продолжателем традиции авторской бардовской песни. Концерт состоится в это воскресенье, 17 ноября, в 5 часов вечера. Справки по телефону 2-16-88. Билеты можно приобрести в кассах Дворца культуры Арктика. И на этом у меня все. Далее смотрите прогноз погоды, спонсором выпуска которого является группа компании ЛСР. Я же на этом с вами прощаюсь. Всего вам доброго и хороших выходных!